Перевезти старушку через дорогу? Пожалуйста. Помочь бабушке с коляской перейти улицу? И в этом они не откажут. Одним словом, юные инспектора дорожного движения. Пожилым людям и маленьким детям, первоклассникам. Я считаю, что так все должны поступать. Это безусловно и точно. Например, человеку, у которого нет ноги, я помогал переходить один раз здоровым. Ветеран войны Анна Яковлевна редко выходит на улицу. Преклонный возраст тому виною. Внимание юидовцев приятно удивило горожанку. Ребята не только поздравляли пожилых людей с праздником, но и вручали им памятки о правилах поведения на дороге. Замечено, что представители старшего поколения переходят улицу в неположенных местах не реже, чем молодежь. Хорошее внимание. Молодцы детки. Молодцы. Конечно, мы себя иногда ведем на дорогу. Забрасно. Ой, спасибо. Ни за что бы не перешла без этой девочки. Возраст преклонный. Опять же, невнимательность к дороге. Незнание правил дорожного движения уже вот в свете того, что, опять же, возраст. Наши ветераны, можно так сказать, дорог. Мы хотим вас попросить еще раз отнестись к этой серьезной проблеме. Соблюдайте правила дорожного движения. Это будет, конечно же, пример не только для вас, потому что вы сохраняете свою жизнь, свою безопасность, но и пример для подрастающего поколения, для наших ребят, для наших юных участников движения. Памятки вручали и водителям авто. Указанные в листовках данные статистики должны и для них стать предупреждением. И лишний раз напомнить, от их поведения в первую очередь зависит здоровье и жизнь пешеходов. Ведь только за 8 месяцев текущего года на дорогах области погибло более 160 пожилых людей. И 840 получили травмы различной степени тяжести. Здравствуйте. Сегодня день пожилого человека. Будьте внимательны и здоровы. Татьяна Голубченкова, Алексей Ильин, Елена Кошлева. Видное ТВ.